Питоны – отличные охотники, привыкшие устраивать засады. Проголодавшись, они не останавливаются ни перед чем и хватают любую добычу. Представляю вам подборку моментов нападения хищников на добычу и, конечно же, захватывающие моменты охоты питонов и орноконд. Приятного просмотра! Змея собиралась наброситься на добычу, скрывавшейся среди листвы, но ей не повезло. После неудачной попытки нанести укус, она чуть было не свалилась с дерева. Несмотря на привычную змеиную меткость и точность выпадов, у них тоже случаются казусы. На этот раз охота провалилась, а ловкий зверек смог избежать смерти. Змея застыла, как статуя. Возможно, ей было стыдно за то, что она оказалась такой неловкой. Все змеи – плотоядные животные. Их кормом нередко становятся мелкие животные, типа птиц и ящериц. Поскольку змеи не имеют возможности пережевывать и разрывать жертву, им приходится глотать ее целиком. Также у них отсутствуют уши и нос. Но, как бы странно это ни звучало, они мастерски распознают запахи и обладают идеальным зрением. Даже активно движущийся, резвый зверек не часто может спастись от этих хищников. Змеиные клыки и яд являются одним из мощнейших биологических оружий в природе. Однако, многое об этих реприлях все еще неизвестно. Своим завораживающим видом и необычным стилем охоты они приковывают внимание ученых и обычных людей. Строение змеи позволяет им перемещаться практически по любой поверхности. От движения в густой траве и плавания, до покорения самых высоких деревьев и выступов, и даже лазания по стенам. Поражает то, как искусно обвиваясь вокруг ствола, змеи легко взбираются на вершины самых высотих деревьев. Грозная рептилия вцепилась в добычу, которая отдыхала на ветке ниже. Даже находясь в подвешенном состоянии, она легко удерживает добычу своей пасти. Наконец, ей удалось затащить добычу к себе и спокойно насладиться ею. Несмотря на небольшой размер змеи, она порой осмеливается нападать на более крупных врагов. Эта змея нацелилась прямиком в слабое место медоеда – морду. Не ожидая такой дерзости, медоед съежился и замялся, но ненадолго и через мгновение принялся атаковать. Он нападал яростно, не желая оставлять наглую змею без наказания. Стоило змеи развернуться, чтобы сбежать, как барсук схватил ее за загривок. Спустя немного времени схватка закончилась победой медоеда. Прокусив змеиную шею, он принялся за победный пир. Заскучавшую на берегу жабу заметила голодная змея и, не раздумывая, напала на беднягу. Удачно схватив ту за лапу, она легко удерживала сопротивляющийся обет. Змея даже не старается оббиться вокруг нее, просто сдавив лапку лягушки своей пасти. Даже несмотря на то, что жаба активно сопротивлялась, змея непринужденно выжидала подходящий момент, чтобы улучшать свой захват. Жаба отчаянно боролась, пока не оказалась совсем обездвиженной. Она мощным прыжком протащила змею за собой. в воду, но этого было недостаточно. Все, что остается бедняге, это цепляться лапками за камни и как можно сильнее надуваться, чтобы змее было сложно ее проглотить. Упорная борьба продолжалась, однако змея постепенно и неумолимо проглатывала свою жертву. Жуткая анаконда крадется в вольер с птицами. Эта змея очень голодная и скоро кому-то не повезет. В Латинской Америке, в Латинской Америке, там где обитают анаконды, очень про... В Латинской Америке, там где обитают анаконды, очень часто случается, то что анаконды и бетоны заползают в хозяйство людей и убивают домашних птиц. Субтитры создавал DimaTorzok Дикой кошке хватило духу не отступить и атаковать питона первой. Для того, чтобы обезвредить жертву, змея пыталась найти подходящий момент, чтобы вцепиться и оббиться вокруг Дикой кошки. Но та отбивалась, отпугивая ее ударами своих когтистых лап и громко рыча. Взвесив все риски, рептилия отказалась от дальнейших попыток атаковать и уползла прочь. При нападении питон использует свои сильные челюсти и зубы, загнутые внутрь. Для убийства он душит свою жертву, сдавливая своим мощным телом. После этого змея раскрывает пасть и заглатывает добычу целиком, какой бы крупной она ни была. Они не могут использовать свои челюсти, чтобы разрывать жертву на куски. Им приходится глотать ее целиком. После такой плотной кормежки питону будет трудно передвигаться. На Галапагостских островах только что появившаяся на свет игуана должна добраться до моря. Этот путь называется Дорогой Смерти и об этом есть очень интересный ролик на нашем канале. Сторожевые псы заметили опасную кобру в кустах. Несмотря на ее желание остаться незаметной, собаки вынудили ее покинуть укрытие и начать защищаться. Кобра подняла голову, стараясь отмутнуть противников, но, увы, безуспешно. Теперь она изо всех сил ищет возможность сбежать, но агрессивные псы не дают ей уйти, оттащив ее за хвост. К счастью, в какой-то момент собаки вдруг потеряли всякий интерес к этой змее и скрылись. Медоед известен в животном мире как самый бесстрашный зверек. Он стоит наравне с леопардами, львами и ядовитыми змеями. Сегодня его противником стал самый смертоносный представитель змей Тайпан. Он кусает нападающего медоеда, но ему все нипочем. Он даже бодается, словно дразня змею. В этой битве Тайпан обречен. А все потому, что у медоеда есть очень крепкая кожа с особым строением и шанс прокусить ее очень невелик. Медоед с удовольствием полакомиться Тайпаном. Уникальные и редкие кадры. Черная пантера выжидает момент для нападения на анаконду. Лучший способ – это напасть со спины. Заметив пантеру, анаконда старается скрыться в воде, но уйти ей не удалось. Началась битва не на жизнь, а насмерть. Собравшись силами, пантера хватает змею за хвост и оттаскивает на берег, где у нее будет преимущество. Перед вами сейчас очень старая съемка схватки двух хищников – тигра и питона. Тигр был первым, кто решил нанести удар, тем самым получив некоторое преимущество. Казалось бы, что питону нужно бежать и его положение безнадежное. Однако, он не так уж прост, как кажется. У него есть особая тактика на такой случай. Используя свой собственный хвост как приманку и отвлекающие маневры, он отбивает тело ничего не подозревающего тигра. Подобрав момент, питон усилил давление и обескураженный тигр тут же повалился на бок. Исход битвы будет нерадостным для тигра. После долгой схватки леопард наконец-то получает свой трофей – голову гиены. Преодолев долгий путь, кошка наконец-то находит подходящее место для трапезы. Леопард – одна из пяти крупных представителей рода пантеры. Они обитают в Африке и Азии. За счет их невероятной скорости, силы и охотничьих навыков, леопард заслуженно называют самым грозным хищником джунглей. Вряд ли кому-то удастся выжить или избежать смерти при встрече с ним. И поедаемая им гиена является тому ярким подтверждением. Представляю вам захватывающий бой Мангуста и Кобры. Кобра выглядит растерянной, она не владеет инициативой, но продолжает бороться за свою жизнь. Спустя некоторое время обессильная Кобра просто стала волочиться по земле, уже не отражая атаки Мангуста. Лучшие бои Мангуста с Кобра вы можете посмотреть в одном из наших видео, ссылка на который есть в описании и появится в конце этого ролика. На кадрах отдыхающего питона заметил леопард. Спустя пару минут хождения вокруг змеи, кошка все же решается напасть. Леопард очень ловок и осторожен. Посмотрите, как он наносит удар, а затем тут же уклоняется от ответного. Такая техника быстро приводит к победе над рептилией. Не теряя времени, леопард удаляется в укромное место, волоча змею в пасти. Просто посмотрите на эту птицу. Она за одну секунду точным движением блокирует атаку змеи, буквально приказывая ей лежать смирно. В этом очень популярном видео схватка капской кобры с пангустом. Змея тщательно выискивает возможность, чтобы нанести укус. Как видите, они по очереди стараются поймать момент для удачной атаки. Хотя хорошо заметно, что кобра уже ищет пути к отступлению. Кобра не прекращала предпринимать яростных выпадов, но с каждой такой атакой она теряет много сил. В этом бою кобре удалось выбраться на открытое пространство, а затем сбежать. Этот ястреб жестоко поедает еще живую змею, заставляет уязвиваться от боли. Но это мало его заботит. В тот день гиена любезно стала едой для питона. Несмотря на то, что киена сильный хищник, имеющий один из самых сильных укусов, она не смогла победить рептилию и стала добычей, как самое обычное травоядное животное. Здесь гиена пытается напасть на змею. Сможет ли она отомстить за собрата из прошлого клипа? Змея небольшая и гиена чувствует себя свободно и уверенно. Но самоуверенность гиены сделала ее неосторожной, что привело к тому, что змея смогла нанести несколько чувствительных укусов. В конце концов, это привело к трусливому побегу гиены. На кадрах одна из собак поймала странную змею. К ней присоединилась другая. Они по очереди кусали и хватали змею, то поднимали ее, то перетягивали, словно это какая-то игрушка. Спустя какое-то время одна собака вцепилась в голову, а другая в хвост и стали тянуть в стороны, чего змея пережить не смогла. А эта рысь прогуливалась по лесу. Рысь редко можно встретить днем, ведь они преимущественно ночные охотники. Так что мы смотрим довольно редкие кадры. Кошка уже прилегла отдохнуть, как из-за кустов показалась опасная гремучая змея, которая решила прогнать хищницу со своей территории. За кого бы вы не болели, рысь все-таки одержала верх и помимо отдыха еще это было себе вкусный ужин. Здесь у нас драка между коброй и мангустом. Мангусты по своей природе являются хитрыми хищниками, ведут себя более активно в схватке, нежели чем их заклятый враг змея. Однако кобра не сдавалась и тоже наносила удары. Эта схватка продолжалась довольно долго, пока змея, видимо, не устала и не сдалась. Однако мангуст тоже обессилел, так как пропустил множество укусов. Оба хищника, вероятно, замертво повалились на землю. Маленькие оленята любимое лакомство многих хищников. И питоны не исключение. Однако известно, что гиены не упустят возможности отобрать чужую добычу. Охотники начинают бороться за еще живого олененка. Не зная, как заставить змею уступить, гиена просто схватила обоих, надеясь полакомиться за одной змеей. Питон понял опасность всей ситуации и тут же отпустил свою добычу. Питон остался голоден, но зато жив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голодный питон напал на след варана. Варан же занимается своими делами, а змея следует за ним по питам. Варан, кажется, что-то ищет и даже не подозревает о жутком преследовании. Он очень осторожен и тщательно обдумывает каждый свой шаг. Но змея неумолимо ползет по его следу и спускается за ним в пещеру. Похоже, варан даже не думает о том, что там он окажется как в ловушке. Преследовательница обивает тело жертвой, начиная с хвоста и постепенно поднимаясь выше. Ящерица еще пытается вырваться, но очевидно, что ей уже ничего не поможет. Питонный лев – давние заклятые враги. Возбужденная змея уверенно бросается на львицу, широко раскрывая пасть и угрожающий шипя. Змея удачно схватила львицу и все ее попытки выбраться от тщетной. Благо, тут же подоспели товарищи львицы и они спасли ее. Благодаря численному преимуществу львы без труда расправились с рептилией и хорошо поужинали. Змея заползла в логово пантеры, пока той не было в нем. Она проглотила детеныша пантеры, но в это время появилась мать. Мать не сразу поняла, что произошло, и поэтому дала змее уйти. Но когда она поняла, какая драма только что разыгралась в логове, она начала преследовать змею. Завязалась смертельная битва. А здесь и схватка крокодила и змеи. Она билась вокруг противника и вонзилась зубами в пасть крокодила, в то время как челюсти крокодила почти смыкаются на ее голове. Они оба оказались в крайне затруднительном положении. На нашем канале есть видео, когда анаконда лопалась после битвы с крокодилом. Очень интересное видео. Ссылка есть в описании и появится в конце этого ролика. Субтитры сделал DimaTorzok Медоед встретился с крупным питоном и сразу же атаковал. Питон легко может задушить медоеда, ведь он достаточно крупный и не полагается на силу яда. Но скорость и свирепость медоеда не оставляют даже питону шанса на победу. Хоть вараны и считаются опаснейшими врагами для ядовитых змей, против питона они мало ли что могут противопоставить. Хоть ящерица и защищает свое потомство и будет биться яростно и до конца, ее шансы на победу невелики. Леопарды, змеи, львы, тигры и крокодилы. Мир джунглей полон опасностей и жестоких сражений. Изо дня в день идет непрерывная борьба за выживание. Сегодня мы показали вам лишь малую часть, но в других наших видео вы найдете еще больше уникальных и захватывающих кадров. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Ваш лайк станет вашей лучшей наградой, которой вы порадуете нас. Всего доброго. Увидимся в следующем выпуске.